поклевочки очень нежные очень аккуратные просто дюб-дюб самое интересное что не можешь понять определить поклевки кто плюет это есть какая-то рыбка тут он такой бойцовая рыбец хороший рыбчик так а рыбчик сидя предпочитает опарыши красного так кофтик что поймал исключительно на красного опарыша клево всем друзья я сегодня на кубанском водохранилище дубль 2 сегодня совершенно другая погода стиль практически очень душно температура воздуха уже плюс 25 вчера днем было плюс 37 в тени так что будет сегодня очень жарко надеюсь что-то поймаем я с фидером сейчас здесь самая лучшая рыбалка это именно фидер вода падает так что друзья погнали сразу пощищена хорошая пиво сразу кто потом тут такой 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 ох на рыбчика похож ой похож на рыбчика у тут или шамайка крупная ли рыбчик число чихонь ого ребята вот это сабля это с чихонечко чихонько красавица здорово такая же сверх зачетная а а а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ох, нифига себе! Что это там такое, а? Кто там упористый? Ох, ох, ох! Давай, давай, давай! Только нисход, ребятки, только нисход! Что-то упористое! Давай, давай, давай! Кто-то бьется шикарно! Вот он! Грамм 300-400 рыбчик! Вот это другое дело, друзья! Вот он долгожданный! Вот он, шикарный рыбчик! Так, когда появляется на точке более-менее нормальная рыба, что нельзя делать? Не дать мяса и долго ждать поклевки! Наоборот, тембик-тембик-тембик-тембик! Надо дать рыбе то, что она ее удержит на точке! Если стайка рыбчика зашла, надо постараться его удержать! А это можно сделать темпом и вкусняшкой в прикормке! Главное, чтобы это была стайка! А не единичные особи! Рыбчик! Кто-то упористый! Скрышел объемчик! Кто-то там опять опарший захотел сглотнуть! Рыбец хороший! Шикарный рыбец! Вот такой красавец! Скушал сразу пять опарышей, друзья! Рыбалка здесь на водохранилище, вот здесь на бетоне, на самом деле очень простая! Ничего сложного нету, чисто классика! С поиском мест еще проще! С поиском точки ловля! Значит, здесь идет бетон! Потом ступенька из этих же бетон, бетон идет в ступенечки! Потом опять до дна водохранилища! Когда воды в водохранилище много, рыболов может выбирать, где ему ловить! Или на вот этой вот ступенечке, или внизу в водохранилище! Сейчас уровень воды упал! Вот эта ступенька, она уже в метре! Вот через метр уже будет эта ступенька! И на ней можно ловить! На ней будет очень много сейчас, чихони, шамаи! Да все будет! Но чуть попозже, начнет солнышко подниматься, крупная рыба скатится, а будет внизу! Поэтому я сразу выбираю точку ловли именно внизу! Забросил, протащил, нашел начало подъема бетона! Отступил от него метр, иначе там куча всего, большое количество зацепов! И все! И ты ловишь! Все! Классика простая, да безобразие! Ничего сложного! Вот это была поклевка! Вот это! Чуть палку не сдернуло! Я аж испугался! Кто там? Кто там? Кто-то бойцовый! Кто-то бойцовый, друзья! Кто-то серьезно бьется! Это подлещик, грамм 300! Неплохой подлещик! Клюнул по-взрослому! Как она! Пых-пых-пых! Домой говорит, отдай! Моя удочка! Я говорю, нет моя! Кто-то такой бойцовый здесь! Рыбец! Рыбец! Отлично! Друзья, когда мы ловим донную рыбу, когда есть шанс поймать что-то более серьезное, что нельзя делать при ловле донной рыбы? Экономить на прикормке! Вот совершенно! Поэтому закорм нужно делать хороший! Прикормки экономить не стоит! Особенно, когда есть шанс, что рыбы будет много, даже мелкой, просто зайдет мелкая густерка подлещик ладошечной стаи и она в вашу прикормку сметет в лед! Придет крупная рыба, а там уже нет ничего! Покрутится, уйдет и больше даже не вернется! Поэтому я сразу буду кормить вот такими закормочными кормушками и ложить их буду 8-10 штук! Спасибо! что-то вроде бы стиль нет а есть и что-то кто-то есть друзья о попу пористы кто-то в конце 2 подлещик вот и первый подлещик подошел небольшой такой грамм 250 200 такой подлещик подошел поклевочка червя было дюк 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 потащила ого ого да без фидергама ловить нельзя да кто это такой мощный подлещик хорошенький вот так вот друзья грамм на 300 400 подлещик садил на целого червячка целого червячка поставил такой красивый подлещик садил удилища у меня сегодня то из моего арсенала которая считаю более всего подходящая для таких условий как здесь на водохранилище это зам x хай про вот такое удилище хай про фидер медиум 12 фунтов 80 грамм почему я считаю что она идеальная для вот сегодняшних условий ну начнем с того что это удилище очень посылистая и кормушку 40 грамм я кидаю под 70 метров в кормушку flat 45 грамм я бросаю им 80 плюс метров на шнуре 01 поэтому она очень посылистая но сейчас я буду ловить на глубине в районе трех с половиной четырех метров и заброс недалекий при этом буквально 28 оборотов примерно катушки будут все рядом но работать я буду объемная тяжелая кормушка 50 грамм и при этом большого размера и именно это удилище с тест 80 грамм мне позволит спокойно работать на на любых дистанциях хоть на больших хоть на маленьких объемными большими кормушками тест 80 грамм плюс с запасом кормушка 50 грамм плюс большой объем корма примерно выходит под 70 грамм общем вес и это будет идеально для этих условий будет спокойно кидать держать не перегружаться поэтому я считаю это великолепная вещь для этих условий на рыбалку друзья хочется просто жуть с нашей жарой это ужас 42 в тени было и вот вчера уже опять 37 это нечто выходишь на солнышко еще неким молотком придавили давит ты идешь еле-еле переползает что-то с чем-то очень жарко походу уклейка съела сожрала двух червячков на десятом крючке из установки дык 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 села до целеть это нас уклейка до сегодняшней майки нету двух червяков которых только что одевал съела на лету у клей говоришь шикарная иди сюда такой бойки борцовый как упираются классно тут упористый бьется до последнего рыбчик ой что-то рыбчик вот это рыбчик вот красавец вот такой красивый рыбчик шикарный друзья я на кубанском водохранилище с фидером и в планах у меня сегодня поимка рыб рыбца подлещика и густеру это донные рыбы которые клюют со дна поэтому буду ловить тяжелыми прикормками буду именно сейчас мешать тяжелые прикормки и давайте покажу как я это буду делать у меня из основы прикормка лезь черного цвета беру две пачки классный аромат идет такая прикормка довольно мелкая с краплениями разных крупных зерновых шикарный запах очень нежный ванильный да слегка слегка ванилью пахнет прикольный запах мне очень нравится люблю эту прикормку теперь в нее водичку здесь очень много чихони и сейчас очень много мелко шима шимаи если начать пылить что может встать столбом просто мешать ловить перехватывать это это мне не нужна не та не та рыба я хочу ловить именно подлещика и рыбца в первую очередь готовлюсь на них не знаю придут или не придут никто ж не знает шанс есть поймать дополнительно буду добавлять в прикормку аромы поэтому я мочу прикормку вот она сейчас слегка липнет вот она через десять минут она будет практически сухая и вот тогда уже можно добавлять аромы вот прикормка уже не лепится все уже взяла воду и стала сухой и теплой вот теперь можно добавлять аромы буду добавлять два компонента один мидия его чуть-чуть побольше и второй тетюфрути тетюфрути она очень ядреная очень душно просто подьет тетя фрути она ядреная поэтому ее будут добавлять очень-очень чуть-чуть иначе она перебьет все и перемешиваем такой летний вариант летний рыбный вариант прикормки делаем все перемешал вот она стала очень тяжело липкой ну она еще наберет дальше подсохнуть и вот только теперь я добавляю кашу когда я добавил аромы прикормка взяла эти аромы впиталась рома прикормки и после этого я добавляю кашу почему я делаю так минус напитала аромы и пахло теми компонентами который возьмет поэтому сначала мы прикормку льем аромы прикормка берет эту арому через несколько минут мы добавляем кашу каша у меня моя как я делаю кашу можно перейти по ссылочке посмотреть видео и также я оставлю ссылочку в описании чтобы проще было найти кашу мне вот такая классная ребята каждое зернышко отдельно это у меня пшено и сечка горох я его раз эту кашу разрабатывал специально для течения ну как показывает опыт и на вот таких водоемах при ловле донной рыбы она отлично помогает я и варю не так как все все советуют сварить просто в кашу чтобы она вся разварилась чтоб можно было лепить нет я варю так чтобы каждое зернышко было отдельно каждая каждая чтобы рыба мало выбирать ее тогда на прикормочке черная прикормка и и она будет варить просто шикарно много мне тоже не надо задача каши удержать крупную рыбу на точке добавим чтобы рыба более крупная было чем заняться просто прикормка для нее сама прикормка это для только для того чтобы сама прикормка для того чтобы пришла рыба она но прикормка никогда не удержит крупную рыбу крупную рыбу должны добавить удержать вкусняшки каши крупные опарыш червь прикормки это вот это пелец можно добавлять кукуруза если этого не добавить просто крупная рыба придет покрутиться и идет может поймаете может не поймаете но и в то же время не должен быть перебор как многие дела сплошной каши закармливают это тоже неправильно во первых такая прикормка очень плохо призывает рыбу во вторых рыба может просто начать ее жрать наедаться и не реагировать на вашу насадку поэтому все должно быть в меру вот такая красивая получилась прикормка ребят и смотрите много крупных частичек смотрите друзья много на кашу сюда мешаю и разобью получше участка звездная прикормочка очень красивая на дне будет смотреться вообще шикарно все замешиваем начинался с прикормки есть сама прикормка которая будет звать рыбы арома которая будет звать рыбу и есть крупные частички которые будут удерживать рыбу на точку надеюсь у нас все получится поднялся ветер и люди выше на яхте покататься когда-то в дальние давние советские времена на этом водохранилище был яхт клуб я школьником занимался в нем ходил на оптимистов мои друзья на лучах ходили ветерок в лицо стал дуть фокус мокус крутит ветер то был момент дул от меня то в одну сторону то в другую потом от меня сейчас на меня вообще крутит вертит чего-то хочет рыбы очень много просто очень много но мелкая буквально через 5-7 секунд рыба заходит на точку иначе начинает долбить кормушку и вертит дергается как только находит непосредственно насадку до следует поклевка собаки тут гуляют будешь не вода у клейка для тебя с резкой все ряд на аппетит пока больше нету пока нету все иди гуляй гуляй ну клейка все фу уходи то не твое сейчас поймаю клейку да вот поймал сейчас дам на на приятного аппетита что пористо бьется тут гастерка а вот не дам тебе моя гастера ты стою не сажи не съел я тебе предлагал заходил за ним нырять так вот ты куда заглядываешь не твое вот твоя уклейка вот опять вот что ты не ловишь ловить надо собак или кто собак ловить надо было значит я могу ловить а ты почему не ловишь расслабился кормят его тут на халяву подрываться надо было и ловить так а возле меня вот так отряхиваться не надо ты куда залег не твое то ты своих уже две не догнал друзья монтаж сегодня использую с петля гарнера с фидергабом как я его вижу можно перейти посмотреть по ссылке и также ссылочку на этот монтаж оставлю в описании очень подробно показываю как я вижу как храню монтажи как связываю с фидергамом очень подробно все показываю рассказываю друзья как он бьется на подлещика похож кстати червьепил опарыш вот это густерочка шикарная толстая это не твое не твое сказал не твое нифига себе буксует песик ты уже наглеешь друг ты мой сердечный ну что друзья закончилась сегодняшняя рыбалка скажу так за сегодняшнюю рыбалку не было ни одного заброса без поклевки если бы я целый день не занимался ерундой которую я люблю а то есть экспериментировал то поймал бы ну раз в пять больше бы просто рыба была немерено она встала на точку в огромном количестве и чем я сегодня занимался так это экспериментировал с насадками и сегодня вышел очень интересный вывод просто первый раз у меня такой вывод червь клевал исключительно подлещик от 300 граммового до спали с размером размер червя роли не играет одеваешь одного целого большого может вот такой выглянуть может приличный подлещик на белый опарыш клевала чихонь густера и вот такой рыбчик одного хорошего рыбчика поймал на белого опарыша это все остальные это маленькие большую часть маленьких рыбцов я поймал именно на белого опарыша красный опарыш это весь подряд рыбец и густера вот так на красного опарыша я не поймал ни одного подлещика на червя я не поймал ни одного рыбца было огромное количество уклейки из шамаи просто огромное несколько десятков шамаек я выпустил уклеек вставлял собаке и выпускал и вот небольшой уловчик взял на засовку так что рыбалка была просто огонь до новых встреч друзья и друзья